Уважаемые коллеги, очень рада всех приветствовать. Итак, тема вебинара «Поведенческий подход к организации групповой работы». И сразу хочу сказать, что я практик, я очень много работаю с детьми, причем я очень много работаю с детьми с особенностями развития. Работаю как индивидуально, так и в группе. И, готовясь к этому вебинару, я постаралась подобрать максимальное количество практических случаев. Я подумала, что наверняка здесь будут коллеги, которые тоже ведут группы у детей, группы у школьников, группы у дошкольников. И я очень надеюсь, что эти методики, они помогут вам разнообразить как-то, может быть, свой репертуар, может быть, как-то по-новому взглянуть на работу, которую вы проводите. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите во вкладку «Вопросы», потому что общий чат я во время рассказа смотреть не успеваю. Итак, начнем. Начну с того, что напомню, что такое прикладной анализ поведения, в рамках которого мы будем сегодня рассматривать работу с группами. Прикладной анализ поведения у нас может сокращаться еще как ABA, это английское сокращение, Applied Behavior Analysis, научная дисциплина, которая изучает поведение и использует прикладные методы, чтобы изменить поведение в лучшую или социально приемлемую сторону. Наука – это за рубежом, особенно в Америке, в Канаде, имеет очень широкое распространение. У нас прикладной анализ поведения появился сравнительно недавно, ну, порядка, наверное, пяти лет, как официально у нас есть ВУЗ, который выпускает поведенческих аналитиков. Есть три основные направления, в которых работает прикладной анализ поведения. Это вербально-поведенческий подход, то есть это работа с речью, там есть свой особый взгляд на речь. Это работа с нежелательным поведением, которое связано с тем, что обязательно выясняют, для чего происходит нежелательное поведение и его функцию. И, исходя из этого, уже строят какую-то коррекционную работу. И это работа по такому очень целенаправленному и точному обучению ребенка навыкам, когда цель ставится максимально конкретно, когда она измерима и когда мы можем понять, достигли мы цели или нет. Например, нашей задачей может быть не просто улучшить навыки ребенка в математике, или мы не можем сказать, что ребенок будет лучше разбираться в математике. Мы говорим, что он будет решать, например, за пять минут из десяти примеров минимум восемь примеров правильно, самостоятельно. И тогда мы понимаем, получается у ребенка или нет. И если не получается, то что именно нам надо поменять в нашей программе обучения. Ну и конечная цель прикладного анализа поведения – это улучшение качества жизни ребенка и его семьи. И, конечно, прикладной анализ поведения используется не только при работе с детьми, но и при работе, например, с пожилыми людьми, со спортсменами, в бизнес-сообществах. Я читала интересные исследования, например, по использованию прикладного анализа поведения для обучения соблюдению правил дорожного движения. В общем, область применения достаточно широкая. Если вам интереснее послушать подробно про прикладной анализ поведения, то вы можете посмотреть на канале Директ Медиа в Ютубе первый вебинар, который я проводила. Я там достаточно подробно рассказывала о том, что это, собственно, за наука. И я бы хотела напомнить еще один термин, который нам сегодня понадобится при обсуждении темы. Это подкрепление. Подкрепление в прикладном анализе поведения определяется как процесс, при котором изменения, которые возникают после определенного вида поведения, приводит к тому, что это поведение происходит чаще в сходных условиях. Ну, например, ребенок заходит в магазин и просит, «Мама, купи мне шоколадку». Мама говорит «Нет». Ребенок начинает громко кричать и падает на пол. И мама идет и покупает шоколадку. То есть получается, что если ребенок начинает кричать и падать на пол, когда добивается чего-то в магазине, то произошло подкрепление его поведения. То есть поведение достигло цели, и оно стало повторяться чаще. Что такое поведенческий договор? Поведенческий договор – это документ, который устанавливает связь между выполнением определенного поведения и получением определенного подкрепления. Этот термин мы сами сейчас просто очень кратко рассмотрим, потому что мы будем говорить о групповых договорах. Индивидуальный поведенческий договор в прикладном анализе поведения очень широко используется. У него есть совершенно конкретная область применения, совершенно конкретные рекомендации по его оформлению, по заключению поведенческого договора. Я думаю, что эта тема может быть отдельного вебинара, если будет интересно. Для индивидуального поведенческого договора обязательно письменное оформление и его подписание сторонами. Состоит он, как правило, из описания задания, описания подкрепления и отчета о выполнении задания. Особенности. Поведенческий договор фиксирует правила, в соответствии с которым определенное поведение влечет за собой определенные последствия. Я сама поведенческий договор в работе использую, может быть не очень часто, потому что это связано со спецификой моей работы. Но я очень широко поведенческий договор использовала при работе со своими личными детьми, с двумя подростками. Например, мы описывали, что мой младший школьник, приходя из школы, он убирает в шкаф одежду, держит в порядке свой рабочий стол и, например, делает уроки к моему приходу. Это были его обязанности. Потом мы прописывали мои обязанности, то есть я должна была проверять выполнение всех пунктов договора и фиксировать отчет, то есть, например, ставить отметки о выполнении. И по достижении определенных количества отметок была возможность получить оговоренный заранее приз. В данном случае, например, в кино ходили после недели выполнения поведенческого договора. Договор может быть достаточно долго отложенным во времени. Например, ребенок может заниматься музыкой в течение недели несколько раз и получить потом подкрепление какое-то время достаточно продолжительное. Хорошо, я попробую. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если стало лучше. Если не очень, я попробую еще. Ой, спасибо вам большое. Тогда я продолжаю. Про договор я пример привела. И, как правило, поведенческий договор, он находится в доступе. То есть участники договора его видят, его можно там повесить на стеночку, положить на стол и так далее. Чем же отличается групповой поведенческий договор? Групповой договор – это договор в группе. То есть это договор вот прямо с целой группой. Неважно, детей с группой взрослых и так далее. И в этом договоре последствия зависят от поведения или одного члена группы, или от поведения части группы, или от поведения каждого члена группы. Выделяют в поведенческом анализе независимый групповой договор, зависимый и взаимозависимый. Я вам сейчас расскажу более подробно, что это за такие виды. И приведу примеры. Я прошу прощения заранее за перегруженные слайды. Мне хотелось информацию каким-то образом зафиксировать, чтобы вы могли, может быть, после вебинара вспомнить какие-то основные моменты, и вам не пришлось записывать. Почему вообще заключают групповые поведенческие договоры? Потому что они позволяют сэкономить время в первую очередь. Не нужно с каждым членом группы проговаривать правила. То есть можно всей группе проговорить правила получения, например, какого-то поощрения, что позволяет сразу снизить загруженность педагога. Кроме того, бывает, что необходимо поработать с поведением сразу нескольких участников группы. То есть, например, несколько участников группы встают и убегают, или они что-то выкрикивают. И нецелесообразно для каждого участника было бы вводить отдельную поведенческую программу. Имеет смысл тогда сразу для всех членов группы с таким сходным поведением делать какие-то общие правила. Кроме того, групповой договор позволяет опереться на взаимоподдержку сверстников и наблюдение друг за другом. Это позволяет создать условия для взаимодействия учеников. Дети начинают смотреть друг на друга. Если это договор, в котором получение подкрепления всей группой зависит от поведения, например, всех участников, и ребенок понимает, что вся группа может не получить подкрепление, если он сейчас будет вести себя не так, как договорились, то это тоже очень влияет на его поведение. И, кроме того, групповой договор вводят для управления положительными социальными взаимодействиями, для поддержки позитивных поведенческих проявлений в группе. Дети начинают поддерживать друг друга, подбадривать, помогать друг другу соблюдать правила. Виды. Первый вид – это независимый групповой договор, это то, на самом деле, что происходит, как правило, в классе, в школьном. Это соглашение, в котором договоренность достигается между всеми членами группы, и подкрепление получает только тот из них, кто выполняет условия договора. Например, каждый ученик, который написал 9 из 10 слов без ошибок на диктанте, получает дополнительные баллы. Часто может комбинироваться с каким-то индивидуальным поведенческим договором, с какими-то жетонными системами для отдельного ученика. Пример использования. Исследователи применяли независимый групповой договор в обычном классе общеобразовательной школы для снижения плохого поведения 25 учеников 4 класса. Типы поведения были выделены следующие. Ученики отвлекались во время урока, выкрикивали, вскакивали с места. И учителя разработали правила, согласно которым ученикам нужно было быть внимательными, не высказываться без разрешения учителя и сидеть на своих местах. Был заключен независимый групповой договор, по которому каждый ученик за прилежание, за хорошее поведение зарабатывал галочку, то есть отметку в списке. Список висел в классе на всеобщем обозрении и за определенные отрезки времени в течение дня учитель эти галочки расставлял. Когда достигался критерий, то есть было заранее оговорено, сколько галочек должен каждый ученик собрать для получения награды, он ее получал. Критерий постепенно повышался, начиная с 4 галочек и заканчивая 6 галочками, 6 отметками. И результаты показали, что через 8 недель вот такого отслеживания по времени поведения детей нежелательное поведение, такое как неусидчивость, выкрики с места, снизилось практически на 70%. А некоторые случаи нежелательного поведения, такие как толкание и так далее, они полностью исчезли. Следующий вид – это зависимый групповой договор. Он еще называется схема-герой. При этом в виде работы награда для всей группы зависит от результатов отдельного ученика или отдельной маленькой группы. Если один или несколько человек из группы демонстрируют поведение, которое нужно для получения награды, то подкрепление получает вся группа. Если результаты вот этого ученика или этой мини-группы не дотягивает до условного уровня, то награду не получает вся группа опять-таки. Ну и по утверждениям исследователей, такая схема помогает налаживать позитивные отношения между учениками, так как это исправление поведения одного ученика, который обозначен в групповом договоре, выигрывает весь класс. То есть весь класс начинает помогать ученику удерживаться и соблюдать правила. Ну и пример применения. Например, когда все ученики за столом номер 2 закончат задание по математике, класс получит 5 минут свободного времени. Пример использования зависимого группового договора. Группа исследователей применялась в классе из 29 учеников. Это был третий класс общеобразовательной школы. И целевая группа – это были 8 третиклассников, у которых было деструктивное поведение. В первый день действия договора учитель вывесил и разъяснил правила поведения в классе. То есть дети должны были поднимать руку, не вскакивать с места, обращаться за помощью и т.д. По условиям договора в случае, если на уроках математики и русского языка в течение 5 минут удавалось продержаться без нарушения дисциплины, то за каждый такой 5-минутный отрезок классу добавляли лишнюю минуту к перемене. Если за это время кто-нибудь проявлял деструктивное поведение, то есть кто-нибудь из этих 8 учеников, которые уже вели себя таким образом, то учитель вслух объявлял о нарушении. Например, там, такой-то ты мешал такому-то. И переустанавливал таймер, заново начиная отчет времени. Данные о накопленном свободном времени учитель размещал на стенде, где их мог видеть весь класс. То есть получается, что ребенок в данном случае, который вел себя каким-то деструктивным образом, находился тоже под давлением всего класса, потому что весь класс обращал внимание, учитель проговаривал, что он сейчас повел себя неправильно, поэтому таймер обнуляется, и класс, соответственно, не получает дополнения к перемене, не получает свободное время. И результаты показали, что применение зависимого группового договора также привело к выраженному снижению нежелательного поведения вот у этой группы учащихся. Взаимозависимый групповой договор. При этом виде работы, чтобы члены группы получили награду, требуется выполнение условия договора каждым участникам группы. Принцип «все или ничего» – или все получают награду, или никто не получает награду. Ну, из преимуществ – это, безусловно, то, что участники начинают стремиться к общей цели, группа становится более сплоченная, начинает между собой взаимодействовать. Применяется этот взаимозависимый групповой договор в случае, когда вся группа может справиться с требованиями договора. То есть для всех детей выдвинутые требования являются достижимыми. И в случае, когда всей группе требуется достичь какого-то среднегруппового уровня. Есть два варианта игр. Это игра «Хорошее поведение. Хороший ученик». Я чуть позднее про них расскажу. И пример. Каждый ученик должен выполнить к шестой неделе семестра не меньше четырех проектов по естествознанию, чтобы поехать на экскурсию. Пример использования. Взаимозависимый групповой договор применяли для улучшения результатов по математике у пяти учеников начальной школы. Во время данного исследования всем ученикам в классе, их было 10 человек, включая вот эту группу отстающих ребят, объявили, что они могут заработать дополнительную минуту к перемене при условии, что улучшат средний балл класса на один пункт по сравнению с предыдущей неделей. Затем всем ученикам раздали договор с одинаковыми условиями. И дополнительные перемены награждали ребят в течение всей следующей недели. Например, если средние показатели класса за неделю превышали предыдущие показатели на три пункта, то, соответственно, ученики получали трехминутную перемену в течение следующей недели. И по результатам исследования все ученики улучшили результаты, и целевая группа, и не целевая группа тоже. Игра «Хорошее поведение», которая тоже относится к взаимозависимому групповому договору. Группу делят на две или большее количество команд, и перед началом игры командам объявляют, что победит или получит награду та команда, которая наберет к концу игры наименьшее количество баллов за замечание. И подход этот считается очень эффективным для снижения нежелательного поведения в классе или в любой группе. Учитель при этом наблюдает и регистрирует случаи нарушения поведения. Соответственно, команде или командам, которые получили меньше замечаний, набрали меньше баллов, выдается какая-то награда. Игра «Хороший ученик». Комбинация взаимозависимого группового договора и приемов самонаблюдения. В этой игре учитель также выбирает целевое поведение, которое он хотел бы изменить, то есть то, что ему не нравится в поведении ребят. Определяет цели, как должны выглядеть поведения, и награды, которые получают участники. Можно выбрать здесь как индивидуальную форму работы, так и форму работы в мини-группах. Потом учитель приводит примеры соблюдения нарушения правил, чтобы ребята понимали, как это выглядит. И дети выполняют задания под руководством учителя и могут сами фиксировать свои результаты или результаты группы. Что нужно для того, чтобы составить групповой договор? Прежде всего, это выбор, конечно, эффективного и значимого для ребят подкрепления. То есть она должна быть достаточной для того, чтобы дети стали прилагать усилия, и достаточной для того, чтобы их заинтересовать выполнением. В рекомендациях вообще я встречала упоминания о том, что самая желаемая, желательная, вернее, извините, форма подкрепления, это та, которая, естественно, и привычна для текущего хода событий. Например, если вы применяете групповой договор в классе, то логично, естественно, если дети будут получать какие-то занятия или игры популярные в классе, какие-то популярные классные нагрузки, там, помощь при раздаче тетради, какая-то помощь при включении техники или проектора. То есть то, что является естественным для вообще школьных каких-то событий. Может быть, какое-то дежурство по школе или абонемент на посещение библиотеки или музея. В общем, что-то, что ребятам нравится. Можно опираться на знакомые и привычные детям занятия. То есть это доступ к компьютерным играм, книгам, какой-то совместный просмотр видео. То есть то, что доступно всему классу. И на самом деле не очень рекомендуют в случае работы с групповым договором привлекать какие-то неестественные для ситуации подкрепления, наклейки, журналы. То есть то, что не относится к школьной жизни или к жизни того места, где вы проводите занятия. Но это допустимо, особенно для ребят младшего возраста, если для них вот это подкрепление является ценным. И они готовы для него прикладывать какие-то усилия. Ну и, конечно, при выборе эффективного подкрепления нужно принимать во внимание этические и правовые вопросы. То есть мы не имеем права ограничивать ребенка в каких-то первичных потребностях, типа пищи, воды и так далее. Или ограничивать его, например, в участии в общешкольных обязательных мероприятиях, куда он имеет право попадать и так далее. Определение целевого поведения. Нужно точно и конкретно описать, как выглядит поведение, с которым вы работаете. Я уже приводила пример по математике. И в примерах, которые мы тоже с вами уже рассматривали, был, например, рассмотрен диктант, когда 9 из 10 слов должны быть написаны правильно. То есть критерии должны быть очень четкими. И дети тоже должны понимать, как эти критерии выглядят и за что, собственно, они получают подкрепление или не получают и почему. Установить адекватные критерии оценки результатов. У детей, безусловно, должна быть возможность выполнить договор. То есть у них должны быть навыки для того, чтобы его выполнять. И критерии можно установить, используя в качестве стандарта средний, высокий или низкий уровень показателей группы. Если в групповом договоре взять за основу средние показатели группы, то условием получения награды является или достижение уровня, или его превышение. Ну, например, вот средний балл по математике – 20 правильно решенных примеров. И, соответственно, награду можно получить за 20 или большее количество правильных ответов. Если договор ориентирован на самый высокий показатель группы, определяется уровень, которого надо достичь, чтобы заработать награду, исходя из лучшего результата. Например, 95% слов без ошибок в диктанте – это лучший результат. И, соответственно, тогда награду получают ученики, которые набрали 95% и более. Если групповой договор ориентирован на самый низкий показатель, то награда выдается, если результат не ниже заданного уровня. Например, если самой низкой оценкой за контрольную по истории была тройка, то ученики с тройкой и более высокими оценками получают награду. При необходимости групповой договор можно сочетать с любыми другими методами. Например, если ребенок начинает саботировать выполнение группового договора, если так получается, что он срывает, скажем, работу группы, то нужно и можно рассмотреть в этом случае какую-то индивидуальную для ребенка систему подкрепления, может быть, индивидуальный поведенческий договор с ним составить. Выбор наиболее подходящего типа группового договора определяется целями, которые вы хотите достичь. Ну, может быть, это цели ваши, как специалиста, может быть, это цели в том числе и родителей, которые принимают участие, косвенно отводят детей в группу. Ну и по возможности целями участников, конечно. Контроль индивидуальных и групповых результатов. Я уже проговаривала, что в ходе применения группового договора нужно наблюдать как за группой в целом, так и за отдельными ее членами. Бывает, что, скажем, средний уровень группы поднимается, вас устраивает динамика, но прогресс каких-то отдельных участников, скажем, оставляет желать лучшего. В этом случае можно рассмотреть какие-то индивидуальные уже подходы, может быть, индивидуальные поведенческие договоры. И пример из практики, который я обещала. Я веду группы в достаточно большом объеме, по крайней мере, вела, пока у нас тут очень сильно не ограничили возможность вообще групповой работы. Но специализируюсь я на группах коррекционных, поэтому примеры, которые я привожу, прошу вас обратить внимание, что это примеры работы с коррекционной группой дошкольников. Я группу веду как логопед-дефектолог и как поведенческий специалист вместе со своей коллегой. Коллега моя, Машкова Елена Юрьевна, это замечательный клинический психолог, нейропсихолог и тоже специалист по прикладному анализу поведения. Я вам сейчас покажу свой кейс, который я описывала в групповой работе, а потом кейс Елены Юрьевны я публикую в материале с ее разрешения. Итак, на группе, которую мы ведем, группу мы ведем коррекционную для ребят с трудностями поведения, речи, с особенностями мышления. Курс групповых занятий у нас состоит из 16, как правило, занятий и в группе от 6 до 7 дошкольников. И вот конкретно взаимозависимый групповой договор использовался в работе с группой из 6 дошкольников с нарушениями поведения, гиперактивностью и нарушениями речи разной степени тяжести. Ребята проходили у нас курс групповых занятий. Частота была 2 раза в неделю. Курс предусмотрен был всего 16 занятий. И в начале курса у данной группы были выявлены следующие проблемы поведения. Четверо из 6 ребят не выполняли заданий постоянно или частично, в зависимости от вида работы, не удерживались на месте во время занятия, постоянно убегали трое и разговаривали, выкрикивали во время заданий четверо из 6 ребят. По результатам наблюдения было установлено, что с организующей помощью взрослого каждый участник группы может выполнять задания и удерживаться на месте во время выполнения заданий. То есть критерий был достижим на самом деле для всех ребят. Ребята в этой группе с большим удовольствием общались друг с другом, задерживались поиграть вместе. В том числе ребятам удалось втянуть в свою группу и девочку с аутизмом, и мальчика с выраженной гиперактивностью. В этой группе был такой неформальный лидер, это была очень энергичная, очень доброжелательная девочка, которая всегда очень охотно помогала другим ребятам. И основываясь на этих наблюдениях, мы для экономии усилий решили заключить с ребятами взаимозависимый групповой договор. По условиям договора каждый участник группы должен был во время определенного этапа группового занятия удерживаться на месте, соблюдать тишину и выполнять задания. Правила поведения были составлены в виде картинок, так как у нас были дошкольники, тем более с особенностями развития. И картинки у нас находились на видном месте. И в начале группы мы все время проговаривали эти правила. Для каждого занятия использовалась своя тематическая карта сокровищ. Мы придумывали и поиск пиратского клада, и космическое путешествие, и подводные какие-то приключения и так далее. И мы рассказывали короткую вводную историю по теме. При соблюдении правил поведения каждым участникам группы во время занятия, всего было на занятии 7-8 этапов разных видов работы, группа могла передвинуть фишку на карте сокровищ вперед. В конце занятия, если фишка на карте доходила до сундука с сокровищами, дети искали в заданном месте сундучок со сладким призом. Если хотя бы один участник группы не соблюдал условия договора, то фишка не двигалась. Выглядело это следующим образом. То есть дети на самом деле начали очень быстро друг другу помогать и подсказывать. Например, там говорить «Петя, не убегай!» «Кирилл, не разговаривай сейчас!» «Полина, делай задание!» И очень нам помогали вообще в организации группы. На каждом занятии выбирался капитан, который должен следить за тем, чтобы команда выполняла задание, и капитан передвигал фишку по карте. А в конце, руководствуясь нашими указаниями, искал спрятанный сундучок с сокровищами и раздавал угощение всей команде. Проговаривалось, что наиболее старательный участник группы получит возможность быть капитаном на следующем занятии. Подкрепление. Для детей подкреплением, во-первых, стали сами этапы занятия, которые были организованы как интересная совместная групповая деятельность. Потом детям очень понравилось быть капитаном, отвечать за всю группу, двигать фишку, искать сундучок с сокровищами и так далее. Подкреплением была также интересная тематическая история, которую мы вплетали в общую тему путешествия. Ну и, конечно, сладкий приз к концу занятия. Критерий достижения был установлен высокий, то есть все участники группы должны были соблюдать правила во время выполнения всех заданий. И по результатам, практически сразу после того, как мы заключили взаимозависимый групповой договор, работа группы стала организованной, команда достигала цели, справлялась с условиями договора на каждом занятии. И проблемное поведение сохранилось до конца цикла занятий у одного мальчика, но у него количество выкриков и убеганий стало единичным. Надо сказать, что до введения взаимозависимого группового договора он не мог удерживаться практически на месте, поэтому он не мог посещать вообще никакие групповые занятия вот до вот этой коррекционной группы. Это был пример взаимозависимого группового договора. Второй пример из практики, который я хочу вам привести, это независимый групповой договор. Также группа коррекционная, которую ввели мы с Машковой Еленой Юрьевной. Я как логопед-дефектолог, она как нейропсихолог. Итак, описание. Группа состояла из 7 мальчиков, 6-7 лет. Старший дошкольный был один младший школьник. Дети посещали коррекционные занятия в связи с трудностями обучения и поведения. Длительность занятий 50 минут, курс 16 занятий 2 раза в неделю. То есть этот курс у нас стандартный. Мы его ведем достаточно большое уже количество времени, по-моему, лет, наверное, 6. По результатам индивидуальной психологической диагностики перед началом группы у каждого из участников коррекционной программы были выявлены те или иные варианты нейропсихологических синдромов. У всех участников был недостаточный уровень внимания, слабость регуляторного фактора. У двух участников нарушение поведения в виде патохарактериологических реакций. Причиной разработки группового договора послужила необходимость эффективно изменить поведение сразу всех участников группы, но при этом экономично использовать время, потому что курс у нас ограничен, времени на самом деле на занятия мало, а коррекционные цели мы берем в очень большом объеме. План использования группового договора состоял со сбора данных. В течение первых двух занятий мы его проводили, определили типы нежелательного поведения, частота возникновения типов нежелательного поведения в группе в целом и у отдельных участников. Нежелательное поведение выглядело следующим образом. Это были выкрики с места, отвлекаемость, разговоры не по теме и агрессивное поведение в спорных ситуациях по отношению друг к другу. Также провели возможный анализ подкреплений. Детям очень понравилось в этой группе играть в подвижные игры, особенно в вышибалы. Нравилось смотреть короткие смешные ролики. И на основании собранных данных мы разработали правила, которые обсудили со всеми детьми на занятии. У нас был напечатанный вариант правил на каждом занятии, был картинный вариант правил для детей, которые читали не очень хорошо. И у мальчика с наибольшей частотой возникновения проблемного поведения, у него был свой дополнительный экземпляр, который был в его рабочей папке с домашними заданиями, и дома с родителями они тоже обсуждали правила поведения в группе. Правила включали. Быть внимательными, не заниматься посторонними делами на занятии, соблюдать тишину во время занятия, высказываться только с разрешения ведущего. И не обижать других, относиться доброжелательно. Занятие наше структурировано, там, как правило, 8 разных видов заданий. И при выполнении условий, которые прописаны в правилах договора, сразу по окончании каждого этапа занятия, на ладошке ребенка мы рисовали условный значок. У ребят была возможность выбрать, что он хочет, чтобы мы его нарисовали. Звездочку, машинку и так далее. Был установлен достаточно высокий критерий достижения результата, ориентированный на более сильных участников группы. В случае набора 7 значков на ладошке, ребенок получал билет в кинотеатр и участвовал в просмотре и обсуждении трех видеороликов. Участники, которые не достигали заданного критерия, они продолжали выполнять со вторым ведущим учебное задание за столом. В случае, если критерий у ребенка оказывался достигнут, во время, когда просмотр видео был еще не окончен, участник мог присоединиться к ребятам. Получается, что просто с опозданием и посмотреть меньшее количество этих смешных видеороликов. И оценка эффективности. Результаты показали, что через три недели занятий общее число нарушения дисциплины снизилось и справлялись с выполнением условий договора, то есть получали 7 значков на ладошке, 5-6 участников практически каждое занятие. И один-два участника продолжали нуждаться в дополнительном задании для достижения критерия и получения возможности присоединиться к просмотру видеороликов. Один участник часто не достигал критерия даже с дополнительными заданиями. Собственно, по групповым договорам у меня все. Здесь приведены мои координаты. У меня есть страница в Facebook и ВКонтакте. Меня можно найти по имени и фамилии, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы. Пожалуйста, я буду рада ответить. У меня есть канал на Яндекс.Дзен, где я достаточно много публикую и рекомендаций, и истории из практики каких-то. Я тоже буду рада, если вам будет полезно. Готова ответить на вопросы. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, если мы даем детям дополнительные минуты на перемене, как же быть другим классом, у которым еще идет урок? Они же будут им мешать. Татьяна Васильевна, я не являюсь школьным учителем. Мне, конечно, сложно, может быть, представить дисциплинарные вопросы. Ну, вполне возможно, вы можете обговорить с детьми, что просто вы раньше заканчиваете занятия, но, например, они не выходят, может быть, на перемену. У них есть возможность, скажем, встать с места, поговорить в классе или заняться какими-то спокойными делами. Я думаю, что тоже вы можете здесь проговорить свои правила и использовать какие-то ограничения. Администрация по шее до сна. Ну, это надо согласовывать, Ольга Владимировна, с администрацией. Кроме того, дополнительная минута – это же не единственный способ найти то, что детям интересно. Я, например, читала о том, что педагоги по достижении определенного критерия, например, сокращают объем домашнего задания. Или кто-то даже вообще его отменял, если, видимо, группа очень хорошо работала и была возможность это сделать. Скажите, можно ли использовать такой договор с учащимися 6-7 классов? Какие особенности? Ольга Аркадьевна, конечно, никаких ограничений по возрасту нет. Я привела примеры использования, просто исходя из своей практики, потому что я все-таки работаю с дошкольниками. Я думаю, что большинство приведенных примеров, они как раз были из практики школьных учителей. Вы можете потом посмотреть презентацию, там есть и взаимозависимый, и независимый, и зависимый групповой договор. И там, собственно, примеры это использования как раз из школы. Елена Николаевна. В детском саду сладкие призы. Это можно поменять на что? Елена Николаевна, нужно тоже посмотреть, что у ваших детей сейчас является ценным и важным. Может быть, это какие-то там, не знаю, просмотр того же смешного видео, которое, например, мы на группе очень охотно используем. И в том числе это очень полезная практика для развития речи. Когда вы смотрите какой-то смешной ролик, мало того, что это очень весело и интересно, кроме того, вы потом можете спросить и без видео, а о чем мы смотрели, а кто там был, а почему это случилось. То есть вы заодно и с речью хорошо поработаете. Ну, это в качестве примера. На самом деле можно рассмотреть любые варианты того, что нравится детям. Даже использование каких-то наклеек с популярными сейчас у ваших детей героями, я думаю, что будет полезно. Вера Валерьевна, вы на втором занятии сделали договор или сразу? Нет, Вера Валерьевна, мы сначала смотрели на работу группы. То есть какие трудности у нас возникали и в зависимости от этого уже делали выбор. Не случалось ли среди детей конфликтов ввиду того, что из-за одного ребенка общий результат группы снижался? Дети начинали его в этом винить. Да, Людмила Владимировна, вы совершенно правы. Это такой механизм действия подспудный договора. Я думаю, что здесь очень важно правильное введение педагога при таком типе договора, когда от одного ребенка фактически зависит получение награды всей группой. Поэтому нужно, конечно, поддержать, сказать, что сейчас вот ты не смог, например, удержаться на месте, или сейчас ты забыл поднять руку. Поэтому я сейчас вот там или обнуляю таймер, или там делаю условия таким, что группа пока награду не получает, но я уверена, что ты получишься. Извините, что ты научишься, и что в следующий раз у тебя получится соблюдать эти правила, и группа награду получит. Кроме того, на первых этапах, когда, например, вы только вводите этот договор, и, скажем, ребенку может быть трудно удержаться на месте, или трудно соблюдать правила, можно установить, наверное, низкие критерии достижения, то есть всего несколько минуточек, чтобы точно в какой-то период группа получила награду, а потом постепенно этот критерий поднять. Есть ли способ применять такой метод подкрепления при работе в колонии? Какое тут подкрепление? Наталья Эдуардовна, да, эти методы применяются вообще везде, где есть поведение. Какой метод подкрепления? Ну, наверное, вам виднее, так как у вас больше информации о том, что там можно использовать. Самое важное – обращать внимание на требования к выбору подкрепления, то есть оно должно быть достаточно эффективным, желательно, чтобы оно было логичным, то есть оно как-то вписывалось в естественную жизнь ребят. Например, если в школе, то это какие-то школьные желательные события. Но не обязательно, если это для ребят не является ценностью. Ну и, конечно, учитывало правовые, этические вопросы, то есть мы не имеем права ограничивать, скажем, в каких-то жизненно важных потребностях или там участие в каких-то общих мероприятиях, то есть не должно нарушать права ребёнка. Так. С какого возраста можно применять поведенческий договор? Светлана Алексеевна, ну, я думаю, с того возраста, когда вы можете объяснить участникам условия. Не обязательно даже, чтобы это было там какое-то развернутое с вашей стороны объяснение. Я думаю, что объяснение в картинках вполне тоже подойдёт детям. Более того, мы используем, например, в своей работе, поскольку мы работаем с коррекционными группами, это дети, которые могут быть физически, скажем, возраста старшего дошкольника, при этом иметь возраст когнитивного речевого развития уровня младшего дошкольника. При этом мы просто делаем картинный план наглядный, и уже наша задача – объяснить ребёнку так, чтобы он понял, что остаёмся на месте, выполняем задание, ну, например, вот на таком уровне. Вера Валерьевна, по часу занятия у вас? Да, у нас в расписании на группу отводится час. Фактическое время работы у нас получается 50-55 минут. И 5-10 минут – это мы объясняем родителям, что мы делали, объясняем домашнее задание. Ольга Аркадьевна, не знаю, как сделать, чтобы было тихо. Очень хотела посмотреть на других педагогов, как это можно сделать. Может, вы подскажете, где найти информацию, книги по данному вопросу. Вот по проблеме дисциплины Ольга Аркадьевна, посмотрите, пожалуйста, мне кажется, что вам должны быть очень полезны примеры. Я специально перегрузила слайды максимально для того, чтобы была возможность после вебинара спокойно прочитать, например, примеры формирования поведения «сидеть тихо», поведения «слушать учителя» и разные виды договоров. Вот, к сожалению, информация, которую я использовала, эта информация, я думаю, что она есть в англоязычных источниках. На русском я могу написать, потом есть большой учебник по прикладному анализу поведения. Я напишу данные, может быть, вы хотя бы выдержки сможете прочитать. Но вообще можно ориентироваться на информацию, которую я привела здесь на слайдах, потому что исследования конкретно групповой работы в рамках прикладного анализа поведения, они все просто на английском языке. Самого, как вы говорите, гиперактивного ребенка можно увлечь как лидера группы, просто дать ему эту возможность, и он начнет изменять свое поведение. Да, Елена Николаевна, согласна с вами. Спасибо за замечание. Наталья Эдуардовна. Сужен очень сильно круг выбора, у них неестественная среда. Ну да, Наталья Эдуардовна, посмотрите тогда в таком случае, что было бы для ребят ценно. Может быть, действительно есть возможность, скажем, со стороны привносить какие-то тематические журналы, которые популярны у подростков. Может быть, действительно разрешать просмотр каких-то видео, может быть, разрешать там дать возможность дополнительно, скажем, поиграть в какую-то игру компьютерную. Ну, на самом деле, нужно просто посмотреть, что у них является популярным и важным, и доступ к чему у них сейчас ограничен. Елена Николаевна, нам предлагают работать по шкале Эккерсона. Как к этому отнестись? Елена Николаевна, я не знаю, что это за шкала. Так, ну, наверное, вопросы все. Дорогие коллеги, если вопросы кончились, спасибо вам большое за активное участие. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok